Картошка фриби соуса? Хммм, нормально, но чего-то не хватает, правда? Прилагательные украшают нашу речь, придают ей вкус и красоту звучанию, как сырный соус картошки. А сравнительная степень прилагательных — это вообще мастерство кулинарии, которое мы сегодня освоим. Можно сказать, что сегодня у нас будет кулинарно-прилагательный выпуск, в котором мы узнаем, как приготовить или сформировать сравнительную степень разных прилагательных. Поэтому прямо сейчас проверьте, подписаны ли вы на канал, напишите в комментариях, какой соус картошки разобрать в следующем выпуске, а мы начинаем. Каждый день мы с вами сравниваем разные вещи. Эта машина лучше, чем та, зарплата мужа моей подруги выше, чем у моего мужа, один человек может быть с хорошим голосом, ну а кому-то нужно еще тренироваться прямо как мне. Для таких сравнений мы используем прилагательные. Прилагательные подразделяются на два основных класса — односложные, то есть с одним слогом в слове, и многосложные, от двух и более слогов. Давайте начнем с односложных прилагательных, или поговорим о простой форме сравнительной степени. Формула такая — прилагательная плюс суффикс — er. Например, small — маленький, smaller — меньше. This box is smaller than the one I lost. Эта коробка меньше той, что я потерял. Или This house is way bigger than yours. This house is way bigger than yours. Этот дом намного больше, чем твой. Тут все очень просто. Мы добавляем суффикс — er, и прилагательное сразу становится в сравнительную степень. С многосложными прилагательными — все иначе. Вместо суффикса мы добавляем отдельное слово, которое выражает степень сравнения. Вот эти слова, more — более, или less — менее. Они ставятся перед прилагательным, и получается такая формула. More — less плюс прилагательное. Например, interesting — интересный. More interesting — более интересный. Давайте посмотрим на примеры. This book is more interesting than that one. Эта книга более интересная, чем та. Или Well, there is nothing more interesting. Well, there is nothing more interesting. Что ж, нет ничего интересней. Или This magazine is less interesting than that one. Этот журнал менее интересный, чем тот. И еще один. Amazingly, it is even less interesting than it sounds. Amazingly, it is even less interesting than it sounds. Потрясающе. На самом деле, это даже менее интересно, чем звучит. Напишите в комментариях, если пока все понятно. А мы идем дальше. В отдельную категорию можно выделить двусложные прилагательные. Те, которые состоят из двух слогов. Если двусложное прилагательное заканчивается на why, то сравнительная степень образуется, как у односложных прилагательных. Например, это такие слова, как angry — злой. Его сравнительная степень будет angrier — злее. Или другое. Слово easy — легко. Его сравнительная степень будет easier — легче. Например, Это оказалось гораздо проще, чем я думал. В остальных случаях сравнительная степень образуется с помощью слов more или less, как в многосложных. Например, Тебе следует быть поосторожнее. Некоторые двусложные прилагательные образуют сравнительную степень двумя способами. Посмотреть список таких прилагательных можно в статье на нашем сайте. Внизу статьи, кстати, есть упражнение на степени сравнения. Крайне рекомендуем его пройти. Ссылка в описании. И, наконец, превосходная степень. Это когда мы говорим о предмете, что он самый-самый. Ну, например, любимый десерт. В моем случае это лимонный тарт. А в вашем? Самый красивый, самый простой. Либо наоборот, наименее красивый или наименее простой. Превосходные степени прилагательных образуются абсолютно по такому же принципу, что и сравнительные. Отличаются только прибавляемые суффиксы и наречия. Сразу оговорюсь, что так как превосходная степень показывает, что объект самый-самый, то перед прилагательным в превосходной степени всегда ставится определенный артикль в дэк. Итак, давайте составим формулу. Первое. Для образования превосходной степени односложного прилагательного нам нужно добавить суффикс – est к прилагательному и не забыть артикль. This boy is the tallest in the team. Этот мальчик самый высокий в команде. Или «clearly I am your biggest fan». Несомненно, я твой самый большой фанат. А для образования превосходной степени многосложных прилагательных мы будем использовать наречие most или least. И опять же, не забываем артикль the. This girl is the most beautiful in the classroom. Эта девочка самая красивая в классе. Или «you are the least selfish person I know». Ты самый неэгоистичный человек из тех, кого я знаю. Ну и, конечно, какое правило обходится без исключений? Они есть и у прилагательных. Их нужно просто запомнить. Good, bad, little, much, far. В их случаях сравнительная и превосходная степень образуется особенным образом. Об этих исключениях ты можешь спросить преподавателя на бесплатном уроке в нашей школе, ссылка на который находится в описании. А пока нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. С вами был Голос, English Show. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok